Всем привет, с Новым Годом еще раз, небольшой апдейтик по крипторынку. Ну что мы можем видеть? В стаканах елочка выравнивается, новогодняя, смотрите какая нарядная тоже. Binance, Bybit, Bitfinex, Huobi, Kraken, Okix, все крупные биржи показывают, что в принципе покупатель снова появляется в районе 40, 1, 500, ну и 40 тысяч там и подавно. Но и продавца тоже на самом деле много, по 45-46, поэтому несмотря на то, что мы пробились наверх, смотрите как мы по биткоину сделали. Мы с вами протестировали вчера, после вот этого сигнала продаж на 15 минутки по TRDR, мы все-таки упали и отретестились точно от предыдущего нисходящего сопротивления. Посмотрите, вот оно у нас было здесь, раз, два, три, касание, вот здесь было касание, прям точно от этой линии. То есть зеркальные уровни, в том числе и нисходящие, и восходящие трендовые тоже работают, посмотрите. Отбились и вроде как снова пошли дальше наверх, возвращаемся на эту вот трендовую. И даже ее пробиваем, ребята, поэтому здесь что можно сказать, горизонтальное сопротивление тоже пробито, вот это в районе 42, 700. Снова все шансы на стороне быков, ну разве что, если убрать все вот эти вот наши рисульки за последнее время и перейти на часовик хотя бы, то мы видим, да, все-таки некий нисходящий здесь сейчас тренд, нисходящий канал. Вот вы видите, и давайте посмотрим, сможем ли мы пробиться сейчас через верхнюю границу вот этого нисходящего тренда. Если по предыдущим пикам, то скорее вот, у нас был здесь ложный пробой, и сейчас вот мы имеем дело с очередным пробоем. Давайте пожелаем быкам пробить этот уровень и улететь в космос, ликвиднуть шортистов. Шортистам в этом случае пожелаем, чтобы они разгрузили профит и вышли по стопу в плюс. Вот, а тем, кто еще не в рынке и сомневается, рекомендую поставить лайк и обязательно подписаться на наш канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. А также у нас идет крипторозыгрыш в честь того, что мы пробили с вами наконец-таки 100 тысяч подписчиков, друзья, за что большое вам спасибо. У нас идет крипторозыгрыш, так что пишите комментарии под этими видео, ставьте лайк, подписывайтесь в телегу и на канал, и вы автоматически участвуете. Вот, поздравляем, кстати, первых победителей, уже мы отправили часть призов. Что тут можно сказать? Конечно же, лонг в приоритете, но локальная перегретость тоже присутствует. Что делаю лично я? Я дэш яро просто скальбил вчера, я хотел выйти в эфир, но уже новогодняя ночь была такая, знаете, уже после стрима вчерашнего. И потом все-таки работает квантовая механика, наблюдатель есть, нет наблюдателя. Когда за тобой наблюдают, сложнее торговать, согласитесь. Ну, я не знаю, кто публичную торговлю вел, вообще мало кто, кстати, ведет, из наших даже блогеров. Но вот я веду, CryptoFace ведет тоже, и это очень тяжело, поверьте. Я, конечно, стараюсь абстрагироваться, но тяжело, когда ответственность большая, тебя смотрят 100 тысяч человек, сделки, ты показываешь, их пытаются повторять. Ты уже выходишь из сделки, они только зашли, их выносят. Так что, но тем не менее, дисклеймер, не финансовый совет. По дэшу я решил поскальпить, откупил у него вчера дно, налосил на 650 долларов, вот вышел в моменте, и сейчас уже плюс 2700. То есть в теории можно закрывать часть. Вот у меня стоят ведра на разгрузку, не все отработали. Можно крыть частями, вот даже сейчас, если взять по лимитке, закрыть еще 100 контрактов или 200. Видите, чтобы закрыть лося, вот, плюс 284 доллара, да, пускай кроется, чтобы перекрыть убыток. Но в целом по дэшу на самом деле очень бычий у меня взгляд, потому что я не думаю, что очень сильно сейчас эти новости про анонимные монеты, опять делистинг в бирже OKEX, если кто не знает, делистит ряд анонимных монет, куда попадает дэш, зи кэш и манера. Да я думаю, это в долгую только хорошо скажется на цене, потому что анонимность, как ни крути, всем нужна, и за этим в крипте многие изначально. А когда всех привяжут к регуляторам и к тотальному KOSC, я думаю, многие будут использовать именно эти монеты. Поэтому я дэш накапливаю, держу. Вот у меня лимитки на разгрузке спекулятивной части позиции, если вот когда мы сюда добьем, вернее. А дальше уже лимиточки надо ставить выше гораздо на разгрузку уже хордерских частей позиции. Ну и на споте только донакапливать. Вот такой у меня план по дэшу, собственно, нифига не поменялся. Дот отстрельнул, смотрите, немножко тоже. Я, короче, вчера не боялся, на просадке все это дело добирал, чего и вам всегда рекомендую делать. Дот тоже сейчас наверх дальше пойдет, походу, выносить. Нам же показали с вами Солана, Инжектив, БСВИ, что там еще стреляло. Пример. Показали нам какой. Что может рынок расти, может расти. Вот, Лайткоша тоже пошел, смотрите, уже плюс 8 монет. Подобрал дно. Вчера 50 тысяч контрактов, набрал позу, но по стопу выбило, поставил стоп, минус 10 лайткоинов где-то срезало или минус 8. И вот они уже опять в плюсе. Поэтому важно, ребят, ставить стопы, важно выходить, когда против тебя идет рынок, потом перезайдешь лучше. Мана, что еще? Солану даже лонганул, шортил ее вчера, лонганул, плюс 465 долларов. Смотрите, что, Ripple тоже, кстати, так стоит уверенно, я думаю, он полетит. Торгуйте осторожно, в общем, ребята, ссылки на лучшие биржи в описании, как всегда. На бирже Мекси сейчас идут какие-то дополнительные призы на депозиты и подарки. Плюс там есть инверсные контракты очень удобные на Atom, на XLM, на все вот эти монеты. Можно торговать прям самой криптой в обеспечении. Cardano, XRP, но это на Bybit тоже есть. Вот, я здесь торгую Atom и XLM в инверсе, накапливаю лонги. Вот тоже вчера была уже просадка дикая по Atom, я что-то разгружал, добирал, вот сейчас добрал нормальный профит. Нормальный профит уже, и можно, кстати, в целом кинуть одну заявочку в рынок, в рынок кинуть, закрыть часть прибыли, да. Вот, а вторая заявка пусть стоит, ждет уровня. Вот и все, поэтому торгуем осторожно, сейчас имеет смысл в небольших плечах набирать margin hodl позиции. BitGet, вот у меня Tron, на BitGet'е Tron есть в инверсе, я просто смотрю, на какой бирже в инверсе что есть. На BitGet'е Tron набираю в инверсе, пока в минус 1000 монет стою, ну считай без убыток. Link еще не улетел, ребят, я думаю, что Link можно набирать смело на ракете. По Bitcoin Cash'у смотрим, он все-таки сейчас локомотив этого всего движения месячного. Если он полетит наверх, пробивать 280-300, то это 600-500-600, консервативная цель. Вот, а так что, PhilCoin вон тоже полетел, поздравляю всех, кто в PhilCoin. Рекомендую плавно, как вчера на стриме говорил, разгружать профиты, если вы в плечах торгуете на фьючах. Разгружать профиты, потому что еще перезайдете ниже, ну или там выше, ниже, это уже не важно. Главное профиты разгружать, это прям точно. Audio, мой любимый проект, все еще очень дешево стоит, в AppTrend'е уже находится. CallTimeHire по ходу своему собирается в 5 баксов. Стоит 0.25. Сам набираю, сейчас буду активнее набирать после того, как закончу записать это видео. Да, вот у меня один контракт всего по аудио стоит, это непорядок. Просто у меня по дэшу была переморжованная позиция слишком, поэтому надо перезаходить в аудио. 100 тысяч контрактов, ликвидация 0.2, поехали. Ну такие, это я беру большие плечи, дисклеймер, тут как бы я контролирую позиции, я сижу у монитора. Если вы занимаетесь своими делами, там сейчас каникулы или какие-то праздники, отдых, то лучше, конечно, разгрузите плечи до 2-го, до 3-го или поставьте стопы и спите спокойно. Вот такие мысли сегодня по рынку. В целом никуда не делся вот этот канал, которым мы зажаты глобально, вот между покупателем и продавцом. Ну, видите, это примерно, ну примерно 41-43 тысячи, 41-44, вот эта зона, 4500, 44-500 там по экстремуму. Мы пока все еще в нем, но движемся наверх. И если глобально, давайте глянем еще биток, месячный таймфрейм, то мы тут видим, что у нас на хайконаже свечках все очень-очень прилично, да и на обычных свечках тоже. Но на хайконаже мы видим лучше по цвету тренд. Мы видим зеленый тренд, мы видим, что мы отбились на месячной поддержке MA Ribbon после первого ложного закола под нее за всю историю. Ну, вот здесь был ложный прокол, короткий на коронадампе. Здесь был прям ложный заход, но сетка удержалась, не перевернулась, и мы снова оттестировали ее как поддержку и идем наверх. Поэтому месячный таймфрейм выглядит очень убедительно. А РСА еще даже далеко не перегрет, идет в бычую зону. Как он шел вот здесь, посмотрите, где это было, что после этого было. И как он шел вот здесь. Посмотрите, что это было здесь, этого даже не было видно на графике, ребят, потому что это линейный график, но это было тоже, ой-ой-ой, какое движение, чтобы вы понимали. Поэтому статистически мы стоим на пороге просто очень крутого булрана, и фондовый рынок уже переписывает хаи, ребята. Уже NASDAQ, S&P, все вот здесь, золото, а биткоин еще здесь. То есть биткоин, в теории, может вообще одной свечкой вот такой январьской, февральской туда просто сходить, подняться и все. Но дисклеймер, конечно, не финансовый совет, это не гарантированно, но если он так сделает, то это повысит шансы того, что он не остановится и попрет дальше, ребят, на шортистах. Поэтому аккуратней с шортами, чуваки. Биткоин, бывший рынок только-только начинается. И давайте годовой, посмотрим еще, все-таки год закрыли. Годовые свечи тоже важно смотреть, на самом деле очень. Поэтому обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ребят, потому что мы здесь занимаемся именно этим. Смотрим годовые свечи и не только. Так, это хайкенаши свечи, у них идет запоздание на одну свечу в цвете и в части информации, поэтому они не точно показывают цену, но лучше показывают тренд. Давайте начнем с обычных свечей. Что мы здесь видим? Одна красная, три зеленые, одна красная, три зеленые, одна красная, одна зеленая, и сейчас открылась вторая зеленая, ребят. Собственно, я вас поздравляю с чем? Мы в бычьем рынке, но это обычные свечи, а свечи хайкенаши лучше показывают тренд. И посмотрите, что мы видим. Мы в зеленом тренде, ребята. Мы в зеленом тренде, и по свечам хайкенаши красные как раз запаздывают туда, где уже покупать надо. Вот если мы увидим по годовым свечам хайкенаши вот такую красную свечку, она будет означать уже дно медвежьего рынка. Посмотрите, как в оба этих раза. Я думаю, что этот год будет бычим. Эту свечку мы увидим зеленую, но вот когда мы увидим красную, вот где надо будет заходить в биткоин, ребята. Здесь мы ее, кстати, не видели. Здесь, по идее, вот эта должна была быть свечка красная, но она не изменилась, потому что, смотрите, мы удержали макротренд. На 6-месячном таймфрейме, да, здесь были красные свечи, а на 12-месячном не было. В общем, ребята, в долгую это все говорит о том, что биткоин лучше любого другого актива. И, кстати, с Новым годом еще поздравляем не только мы вас, а план B вот поздравляет всех с Новым годом и пишет, ну что, блин, сосунки, работает моя модель Stock to Flow, чтобы вы не говорили. Посмотрите, как четко мы действительно идем к халвингу и к новому ценовому пику. Поэтому напишите в комментариях свой вариант, докуда дойдет биткоин, до какой цены в 2024 году и когда будет пик. Разные теханалитики разное предсказывают. Интересно, что думаете вы. А у меня на этом все. С вами был Гринни. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, стопы, теки. Переходите по ссылкам. Всем профитролей. На Бастион тоже обязательно подписывайтесь. Мы его завели только что. И до следующей встречи. Пока-пока-пока. Продолжение следует.